Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Шалом! Бонжур! Хеллоу! Цафра Тава даже, как говорили, в Древнем Вавилоне. Сегодня мы заканчиваем 12 главу с Божьей помощью и продвигаемся очень хорошо, как говорится. Я надеюсь, что до Роша Шанам мы закончим Мишлей полностью и прямо это будет большой-большой вклад в свое понимание мироздания и выстраивание взаимоотношений с собой, с Богом, с людьми по системе царя Соломона. Шлома Милок, мудрейший из людей, как пророк, которому Бог открыл, как работает мир. И он не просто знал, как работает мир, он сумел это реализовать в великом своем огромном наследии для мира, которое уже прошло почти 3000 лет с тех пор, как он жил. А его помнят, вспоминают каждый день тысячи-тысячи раз, люди его вспоминают за то, что он когда-то сделал для мира. А что он когда-то сделал? Он построил первый храм. Его главное достижение – это строительство было первого храма. Он построил дом Бога, то, что называется, да, и в Иерусалиме. И он оставил три книги, которые вошли в письменную тору. И эти три книги, они уже на протяжении 3000 лет являются для человечества таким прожектором, прожектором божественного света и божественной мудрости, который нам светит. А включил этот прожектор, то царь Соломон, царь Соломон своей великой мудростью и своими ежедневными выборами между добром и злом, он все время умел выбирать добро. Причем даже в сложных ситуациях, вот сейчас пока все собираются, я помню, я помню, как одна из самых известных историй про мудрость царя Соломона, что сложные судебные процессы к нему приходили люди. И как-то пришли две женщины, это были две женщины, которые занимались, как сейчас говорят, ну, древнейшей профессией, да, они были участницей этой древнейшей профессии. И у них у обоих родился ребенок одновременно. И они жили в одной маленькой комнате такой, раньше были вот в старом городе в Иерусалиме, такие прям как пещеры, квартиры эти. И, значит, они жили в одной из таких как бы пещер, и дальше одна из них ночью переворачивалась и умер ее ребенок. А сын, в принципе, был для женщины, это была надежда, что он потом будет ее кормить, муж может умереть, не дай бог, она старая, никаких не было, ни пенсий, ничего не было. Поэтому сын был для матери возможность, возможность вообще прожить в последнюю часть своей жизни. И эта, которая своего сына задавила, она взяла, видит, вторая спит, она поменяла ребенка и взяла себе ребенка вот этого вот живого. Значит, та утром просыпается, смотрит, ребенок мертвый лежит. Она посмотрела на этого ребенка, ну, мать узнала, что это не ее. Она говорит ей, слушай, это не мой ребенок, это твой. Она говорит, ничего не знаю, мой вот, вот у меня в руках, это мой, раз я его держу, значит, мой, все. Значит, начали они судиться, там, кричать, все, пошли в суд, и дошел этот суд до царя Соломона. И царь Соломон, он, значит, это известная история, только не все знают ее, ее как бы, ее второй смысл, этой истории, да, который лежит чуть за кадром. В этой известной истории, в простом смысле, царь Соломон, ему говорит, да, я понимаю, вопрос сложный, чей ребенок, да, ты утверждаешь, что он твой, ты утверждаешь, что он твой, но он у тебя сейчас в руках по закону. Тот, кто хочет забрать, он должен привести доказательство, что это его, значит, он должен, ты, которая доказывает, что это твой ребенок живой у нее, ты должна доказать, ты доказать не можешь, понятное дело, так что делать? Он говорит, давайте ребенка разрубим, давайте ребенка разрубим и по половине каждой отдадим. Та мать, которая держит ребенка этого живого, она говорит, да, как царь скажет, так и будет. А та мать, которая пыталась доказать, что это ее ребенок живой, она говорит, я отказываюсь от такого суда, пускай это будет ее ребенок, мне не нужно половина ребенка. То есть, она как бы настоящая мать, естественно, что ей жалко, и она говорит, пускай лучше он живет, и я отказываюсь от всех своих претензий, лучше он живет. Это как бы, это наружная часть истории. А внутренняя часть этой истории такая, что когда они зашли, царь Соломон, он уже знал, кто мать, кто не мать, и все, что будет дальше. И он хотел, то есть, как бы он сразу сказал, что вот эта вот мать ребенка, которая требует, да, которая требует ребенка, чтобы ей отдали, а он эту всю историю придумал для того, чтобы всем стало понятно, и чтобы каждому, ну, каждый человек мог понять, кто настоящая мать. То же самое мы сейчас изучаем Мишли. То есть, он всю эту божественную мудрость, он знал, он был пророк, он в любой ситуации, он видел суть вещей, он понимал, что Бог хочет. То есть, ему, в принципе, Тора, она была ясно и очевидна. Но Мишли, вот это то, что мы изучаем, Мишли, да, притчи, он как в этой истории с матерью, где он знание свое запаковал в понятную для людей форму, то есть, он создал некую форму, в которой все поняли то, что он и так знал. Вот то же самое мы сейчас изучаем Мишли, и поэтому притчи более-менее есть шанс понять, запомнить вот эту вот великую божественную мудрость. Вот, поэтому сейчас мы находимся, сейчас мы находимся во временной рамке Холямейд Песах. То есть, мы находимся в неделю, 7 дней, которая называется Холямейд, полупраздничные дни Песаха. Территориально мы находимся каждый в своем, в своем каком-то месте мира, да. Я в Израиле, сейчас в Иерусалиме, кто-то в Москве, кто-то тоже в Иерусалиме. Это мы находимся во временном отрезке неделя Песаха. В территориальном отрезке каждое тело находится, где находится. Мысленно мы находимся каждый в своем сериале, в своем кино, в котором каждый живет, и каждый себе что-то о жизни думает, о себе думает, живет по каким-то правилам своим, которые он для себя в своем сериале посчитал правилами, которые важны. А изучаем мы сейчас божественную мудрость, которую Бог сообщил царю Соломону, а царь Соломон сообщил нам в книге Мишли 3000 лет назад. Но я стараюсь переводить и объяснять. С точки зрения, есть такой великий комментатор, мало ли мы его звали, он жил где-то 150 лет назад, и я с его комментариями, чуть-чуть к ним добавляя своего, ну, примеров, которые понятны нам, значит, мы так изучаем. Все, вот видите, где мы находимся. С одной стороны, человек находится где-то в одной точке, но, с другой стороны, он может находиться совершенно в разном кино. Мы все находимся, каждый в своем кино. Хорошо. 12 глава заканчивается... Давайте соединим предыдущий урок. 26 отрывок был 12 главы, что «Ятер мереу цадик», то есть «исследует ближнего своего праведника», «Ведерах решаим татэм», а путь злодеев он их уводит в сторону. Вводит их в заблуждение. Значит, это имеется в виду, что праведник, он же, он действует исходя из воли Бога. И он все время пытается понять волю Бога, и поэтому он внимательно прислушивается к тому, что говорят люди. Он меньше всего прислушивается к своему голосу, своего «Я», потому что его «Я» внутри громче всего звучит, это его злое начало, это его желание, вожделение и так далее. Поэтому праведник, он исследует то, что говорят ближние. Например, у Равыцка-Казильбера, Зехраноцедих Левраха, он, например, когда ему нужно было вынести какое-то решение, он обязательно спрашивал до этого о двух раввинах. То есть он никогда не говорил первое свое мнение. Он вначале исследовал мнение двух людей, которые были в Торе, даже если они были ниже, чем он, но он все равно спрашивал, спрашивал вначале их мнение, чтобы потом сказать свое. Это как раз вот это Етер Мирео Цадик. Праведник исследует ближнего. В Эдерах решаем тотем, а путь, путь это как дорога магистральная злодеев, она их ведет в сторону, потому что злодей больше всего слышит голос своего «Я», своего эго, своего желания. И он этот голос слышит громко, этот голос для него «Я хочу», «Я знаю», этот голос для него самый главный. Но он, этот путь его ведет к злодейству, к смерти, и его ведет в сторону, потому что чаще всего голос своего «Я», он как раз-то и ошибается. Двадцать седьмой отрывок, он переводит нас в другую плоскость, и говорится здесь так. Значит, здесь нас опять переводят в систему, систему жизнь, бизнес, вот такая вот обычная такая жизнь. И в обычной жизни большинство людей, они большую часть своего времени работают для того, чтобы заработать себе на жизнь и на какие-то дополнительные, дополнительные люксусы, да, такие. Хана Ашами знают, что человеку для жизни достаточно очень мало. Вода, хлеб, овощи какие-нибудь там, чтобы пропитаться, человеку в день нужно килограмм еды, килограмм еды, питательных каких-то веществ, там полтора литра воды и какое-нибудь не теплое место, где он может спать, где он может спать. Все, это и одежда. То есть, это необходимый минимум, который позволяет человеку выживать. Все остальное, зачем человек борется и работает всю свою жизнь, это от страха, что завтра не будет и этого. То есть, человек все время хочет, как муравьи всю жизнь они собирают запасы. Также человек пытается собрать себе на черный день, чтобы был запас. Как есть анекдот известный, когда Рабинович, Рабинович, он сидит такой уже старый, говорит, другу своему знакомому, говорит, знаешь, говорит Сеня, я всю жизнь собирал на черный день, всю жизнь я копил на черный день. Сейчас мне уже 80, говорит, у меня столько накоплено, говорит, когда он наступит, этот черный день? Ну, когда он уже наступит, потому что у меня столько накоплено, что не знаю, что с этим делать. Значит, большую часть времени человек или копит на черный день, он боится, мы вчера учили про тревогу за будущее, он боится, что вдруг и того не будет завтра. И второе, он хочет удовлетворить свое стремление к почету и свое стремление выделяться перед другими людьми с помощью того, что он, имея какое-то финансовое большее состояние, он может реализовать свое стремление к почету, а до этого он реализует свои все вожделения. То есть, когда у человека появляются деньги, первым делом он начинает удовлетворять свои вожделения на уровне таких вот именно, еда, посмотреть, пощупать и так далее. Теперь, но этим занимается весь мир, 99% своего времени, 99% своего времени мир занимается тем, что накапливает материальные ценности, то есть думает об этом и старается заработать. Теперь говорит нам царь Соломон, ло яхрох ремия цейдо. Он нам на протяжении всех 12 глав, он говорил, что есть путь харутсим, это те люди, которые прилежно работают и честно работают. И есть путь, он их называет там бездельники или ремия, обманщики, эти две вещи идут рядом. То есть, тот, кто не хочет прилежно и честно работать, он вынужден зарабатывать обманом и так далее. Здесь говорит нам царь Соломон следующее. Ло яхрох ремия цейдо. Он говорит, даже если вот этот вот, дословно переводится, не будет жарить обманную добычу вот этот обманщик. Потому что идет очень сильный резкий запах и люди узнают, а где ты взял, украл. То есть, когда человек, он нечестно зарабатывает свое имущество, то он не может его предъявлять. Потому что те, у кого он его забрал, они постоянно ищут свое имущество. И он, Адам Якар, харутс. И имущество человека, который вот этот харутс, оно Якар. Оно и дорогое, и быстро можно продать, оно ликвидное. Одним словом, я думал, как найти это слово, оно ликвидное. То есть, если мы возьмем какого-нибудь депутата, у которого все записано на тещу, на бабушку, на безработную жену и так далее. Он как раз вот этот вот, что человек обмана, не жарит своей дичи. Он все время вынужден скрывать свое богатство, потому что это богатство нажито нечестным путем. И если он это богатство открывает, то в какой-то момент, оп, его могут посадить в тюрьму. Это происходит сплошь и рядом, когда люди, которые нажили нечестным путем, потом у них это богатство забирают. Чем это происходит во всех странах мира. Теперь, если же он, что такое он, Адам Якар, харутс? Что такое имущество человека, человека, которого он честно заработал, Якар, харутс? Это значит, что человек, который заплатил, там, 10% он дал на ЦДКУ. Отлично. Заплатил все налоги. Отлично. И у него все, очень у него все красивенько оформлено. Все официально. Все, прямо каждая бумажечка есть. Это, он в любой момент может это продать, предъявить, показать. Я не знаю, чем закончилось, чем закончилось дело, вот, Тинькофф, Олег Тинькофф, который, я читал, что он в Англии, его арестовали, потому что он не уплатил налоги в США, когда, там, заработал деньги, он был гражданин США, отказался от гражданства. Но там был момент, когда он еще был гражданин, и у него же было имущество, а он в декларации написал, что у него не было ничего в этот момент. Все, прошло много лет, нашли все-все, высвечено арест в Лондоне, и, значит, судебный иск к нему, там, на, ну, грозило ему несколько лет тюрьмы, огромные штрафы и так далее. То есть, получается, что, что мы поняли, что нам сказал царь Соломон. Он, вообще, много на эту тему говорит, о честном заработке, о том, что лучше горстка, как там написано, лучше каф, лучше каф бы нахат, лучше горстка бы нахат в спокойствии, чем мло хаф наем, ба амаль в риут руах, чем полные охапки, но с большим трудом и с огорчением, и с огорчением, да. Еще он нам говорит, что сон земледельца, он сладок и приятен, много ли или мало ли он заработал. А богатство человека, который, ну, все время, как бы, богатый, да, оно не дает ему спать, потому что у него все время он думает, а это как, а это как, а это как. Это если честное, а если не честное, так он же еще постоянно опасается, что сейчас к нему придут и спросят, где же ты это все взял. Все, 27-й отрывок нам еще раз напоминает, что лучше работать честно, спокойно, качественно и законно. Дальше, 28-й отрывок, это последний отрывок в этой главе, значит, 28-й отрывок звучит так. Беорах тздака хаим, на пути тздаки, на пути милосердия, жизнь, в эдерах натива, альмавет, а на пути натива, натива это тропинка, да, а на пути ее тропинки нет смерти, бессмертия. Есть, которые говорят, что это нет смерти, это просто удвоение. Идешь по пути тздаки, значит, это жизнь. Идешь по пути, это жизнь и нет смерти. Есть такие комментаторы, так объясняют. Но Малбим, он объясняет так, что есть путь, по которому идут люди. Путь это широкая дорога. Теперь, мы очень много тоже учили, прям всю книгу, все Мишли, царь Само нам объясняет такую вещь, что когда ты делаешь тздаку, милосердие, то есть ты хочешь приносить добро людям, ты хочешь помогать бедным, ты хочешь помогать тем, кому тяжело, кому плохо. То есть ты в этом мире думаешь не о том, как забрать, как получить, как себя обеспечить, а ты, наоборот, свое мышление и свою жизнь строишь на том, как больше дать другим людям. Это называется тздака, когда ты помогаешь и делаешь добро. Так он говорит, это жизнь. И это логично, это понятно. Любой человек понимает и может отследить, что люди добрые, люди, которые помогают, люди, которые не хотят с другими вступать в конфликты, понятно, что у них жизнь идет намного лучше, чем у тех, которые обманывают, забирают, убивают и так далее. Это как бы очевидно. Человек-эгоист, который думает только о себе и о своих удовольствиях, он в итоге остается один. То есть это же тоже понятно. Человек, который помогает другим людям, который приносит пользу другим людям, он становится уважаемый, богатый, ну и так далее. Это как бы понятно, что на пути тздаки, на пути добра, милосердия, жизнь. Это понятно. А что такое на пути, на тропинке бессмертия? Вот тут очень интересная вещь. Значит, Малбим объясняет так, что есть просто люди, да, просто люди, которые живут себе и живут. Для них добро и зло это важные вещи, для них духовность это такое как приправа, дополнение к жизни. О, там чуть-чуть урок послушал, чуть-чуть помог кому-то и так далее. То есть это такое норма, это так должны жить люди. Но есть люди, которые, как он приводит пример, Машера Бейну, Ильяу Анови, Илиша Анови. Люди, которые хотят, хотят в том деле, в котором они занимаются, хотят быть лучшими, хотят дойти до самого верха, до самого такого вот самореализации, стопроцентная самореализация. И это те люди, которые полностью себя посвятили другим людям. Получается, что, например, если мы возьмем того же Машера Бейну, Моисея, он, когда Бог ему сказал, дал ему Бог миссию идти в Израиль, выводить народ Израиля из Египта, он, значит, ушел от семьи, он пришел туда, он полностью себя посвятил другим людям, еврейскому народу, именно потому, что у него не было его эго, Бог ему, через него Бог сообщил Тору. То есть, чем больше человек он, есть такие люди, которые хотят дойти до самого огромного момента самореализации в этом мире, то есть, духовной самореализации. Они тогда становятся на тропиночку, вот эту вот, на тропиночку, когда они полностью себя посвящают вот этой сдаке, сдака это помощь другим людям, милосердие. То есть, они убирают свое эго, и они могут дойти до того, что они живые переходят в духовный мир. Это сделали Мошерабейн или Ауанави, и другие были, были такие люди, которые уходили живыми в духовный мир, потому что они, как бы, на своем уровне, они полностью отказывались от своего эго, от материального мира, от того, чтобы жить ради себя. И в этот момент они, оп, уходили туда, где нет смерти. Вот такая вот 12 глава нам дала направление, что по-нормальному делать сдаку, поэтому даже Тора не рекомендует давать больше, чем 10%. 10% это отлично, 20% это максимум от своей прибыли другим людям. Больше по Торе не советуют, потому что ты потом сам можешь дойти до того, что тебе самому придется просить. Понятно? Теперь это норма, это быть нормальным. Меньше этого, те, кто пытаются делать меньше, есть известная история, когда один был отец, он давал 10%, и у него было там 1000 мешков зерна, он собирал с поля. Потом получил его сын это поле в наследство, он думает, ну, чего я буду 100 мешков отдавать, 1000, 100 мешков отдавать, я лучше буду отдавать 50. На следующий год у него 500 мешков урожая. Дальше он отдавал все время меньше, меньше и меньше, в итоге у него дошло, что он получал с поля 100 мешков, столько, сколько его отец отдавал на цдаку. Вот такая вот, вот такая вот есть математика, что тот... И эта математика, кстати, ее можно очень легко понять с точки зрения бизнеса. Потому что, когда ты ставишь себе вопрос, как я могу больше понять, дать большую ценность своим покупателям, своим клиентам, людям, как я могу дать большую ценность большему количеству людей, в этот момент, когда человек задает себе вопрос именно в таком формате. Не как я могу больше забрать, сэкономить, забрать себе. Как я могу принести большую пользу. Если это своим клиентам, значит, эти клиенты будут тебе больше благодарны и не уйдут. Если это, в принципе, людям, ты придумаешь какую-то товар, услугу, которая принесет пользу миллионам людей, и, естественно, тебе это вернется и деньгами, и всем. То есть, это очень важный отрывок. Проборок, дзнака, хаим. На пути, дзнаки, милосердия, жизнь. И есть путь, тропиночка, на котором вообще нет смерти, но это для таких профессионалов. Все, дорогие друзья, я всем желаю удачи, успехов, прекрасного дня. Хочу приносить больше пользы. Поэтому, если вам урок понравился, поделитесь со своими друзьями, может быть, он им тоже поможет. И так мы вместе принесем больше пользы для мира, для Бога, для Торы, для всех хороших, добрых людей. И мне хорошо будет из-за этого. Я приношу пользу, мне очень нравится. Очень нравится жить вот по этому отрывку. Все, удачи, успехов, всем прекрасного, хорошего дня. Всем желаю принести сегодня максимум пользы другим людям. Особенно тем, которые нуждаются по-настоящему. Это называется дзнака. Все, всем пока.